Еще одна техника, которая нередко используется при программировании на шаблонах в C++, это использование шаблонных функций для вывода значений шаблонных параметров для шаблонов классов. Напомню, что вывод значений шаблонных параметров в C++ работает только для шаблонов функций, ну или шаблонов методов. Этот механизм позволяет при вызове шаблонной функции по имени не указывать значения шаблонных параметров. В том случае, если эти значения шаблонных параметров могут быть однозначным образом выведены по типам тех аргументов, которые были переданы в функцию при вызове. Этот механизм позволяет удобным образом работать с шаблонными функциями и шаблонными методами. Для шаблонов классов такой механизм отсутствует, но можно попытаться эмулировать его за счет шаблонов функций. Как это делается? Давайте рассмотрим это на следующем простом примере. Пусть у нас определена такая несложная шаблонная структура Payer. У этой шаблонной структуры есть два шаблонных параметра. Это некоторые тип First и некоторые тип Second. И данная шаблонная структура хранит два поля. Поле First типа First и поле Second типа Second. Кроме этого, у нее определен конструктор от двух значений, который позволяет проинициализировать поле First и Second. То есть данная структура позволяет объединить пару значений каких-то типов. Если мы будем определять переменные данного типа, то нам всегда нужно будет явно указывать значения шаблонных параметров. Это же нужно будет делать и в том случае, если мы захотим создать временное значение типа Payer. Давайте посмотрим это на следующем примере. Пусть у нас объявлена некоторая функция Ful, которая принимает Payer от InkDouble. Если мы захотим вызвать такую функцию и передать сюда значение типа Payer, содержащее 3,4,5, то для того, чтобы вызвать такую функцию от временного значения типа Payer, нам надо будет написать следующий код. Надо будет вызвать функцию Ful, передать туда временное значение типа Payer от InkDouble и передать значение 3,4,5 в конструктор. То есть вот сюда. Однако вы можете заметить, что некоторая информация о типах здесь дублируется. То есть тип Int соответствует типу первого параметра, который мы передали в конструктор. Тип Double соответствует второму параметру, который мы передали в конструктор. Таким образом, можно было бы не писать эти типы, можно было бы пытаться их вывести. Однако вывода типов нет. В данном случае это объясняется тем, что у шаблонного класса может быть несколько шаблонных конструкторов и непонятно, как выводить типы в данном случае. Однако конкретно для типа Payer, конкретно для этого конструктора мы могли бы добавить вывод типов. Это делается при помощи шаблонных функций. Мы определяем шаблонную функцию, называемую MakePayer, которая будет иметь соответствующие шаблонные параметры First и Second. Она будет принимать значения этих типов First и Second как свои аргументы и возвращать значения типа Payer with FirstSecond. Создавать это значение она будет просто при помощи вызова конструктора. Таким образом, за счет того, что для данной функции, как для шаблонной функции, будет работать вывод шаблонных параметров, мы можем переписать вызов функции Foo при помощи функции MakePayer, не указывая явным образом типы шаблонных параметров. За счет того, что MakePayer это шаблонная функция, для нее работает механизм вывода шаблонных параметров, и компилятор догадается, что First соответствует Int. Это будет выведено по типу первого параметра, который имеет тип Int. Второй шаблонный параметр будет выведен по типу второго параметра функции, который имеет тип Double. Таким образом, функция, которая здесь будет вызвана, это будет функция MakePayer от Int.Double. А функция MakePayer от Int.Double возвращает Payer от Int.Double. И таким образом, за счет механизма вывода шаблонных параметров для шаблонов функций, мы получили вывод шаблонных параметров для шаблонов классов.